Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях днях. Сообщать о фактах коррупции бизнесменов призывает Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. С юля по сентябрь проводился анонимный опрос бизнесменов. 14% опрошенных предпринимателей признались, что давали взятки. На сельскохозяйственных ярмарках большим спросом пользуется мясная продукция. 27 октября в Караганде прошла вторая по счету ярмарка Аулберике. С организацией торговли ознакомился Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Карагандинский экономический университет поддерживает переход на латиницу. Преподаватели и студенты высшего учебного заведения провели акцию «Латан Аль Пимин Тансай». Обо всем более подробно. Перестать платить откаты призвал Аким Карагандинской области. В регионе по инициативе Ирлана Кушанова был проведен анонимный опрос «Коррупция глазами предпринимателей». Анкетирование проводилось с юля по сентябрь. В нем приняли участие более 3000 предпринимателей из всех городов и районов. Опрос среди предпринимателей проводился для определения уровня коррупции и ее причин – оценки эффективности антикоррупционных программ. На основе исследования составлен рейтинг государственных органов по уровню коррупции. Результат показал – 14% опрошенных бизнесменов честно признались, что взятка им помогает. «Средний размер взятки составляет от 10 до 61 тысячи тенге. При этом объем коррупционных сделок составляет 51%. Реже всего коррупционные сделки встречаются в Каржале, Сапаеве. При этом наиболее часто в городах Шахтинске и Бухаржевском районе. В 73% случаях инициатором являлся госслужащие, в 27% – бизнес. На следующем слайде видно, что у нас выборка проводилась анонимно. Во всех городах района было опрошено более полторы тысячи субъектов бизнеса. При этом были охвачены все организационные правовые формы бизнеса. Это индивидуальные предприниматели – 59%, то 18% и крестьянские хозяйства – 21%. Часто коррупция используется для того, чтобы уйти от ответственности за совершенное правонарушение. Среди причин коррупции указаны несовершенство законодательства, бюрократия, стремление к личной выгоде, попытка путем взятки решить проблему. По мнению предпринимателей, наиболее коррумпированными органами являются полиция, органы государственных доходов. Коррупционным риском также подвержена сфера госзакупок, земельных отношений, архитектуры и строительства. Наименее коррумпированными названы отделы предпринимательства, а также сфера недропользования. Ерлан Кушанов призвал бизнесменов не скрывать проблемы. Власти готовы участвовать в их решении, заверил он. Этот вопрос мы инициировали специально на прошлом заседании, проведение такого опроса, чтобы увидеть основное направление коррупционных схем. Мы сейчас увидели, да, это, я думаю, объективно так оно и есть, согласно опросу. И надо об этом так открыто говорить. Видите, 27% инициаторами коррупции выступают сами бизнесмены. Я думаю, вы занизили, наверное, эту цифру. Есть происходящее? Проводили вы сами. Проводили вы сами. Да. Поэтому при этом вы же сами подвергаете себя риску уголовного преследования также. Здесь и бизнес, и мы, госорганы, должны совместно работать в этом направлении. Ну и силовое, конечно, правоохранительное. Для профилактики коррупции расширяется сфера услуг путем одного окна. Внедряются электронные услуги, отметил глава региона. Ерлан Кушанов также подчеркнул, что консультативно-совещательный орган создан специально для решения насущных проблем предпринимателей. Вот наше КСО, консультативно-совещательный орган, для этого и создан. Вот любой предприниматель, верно, вот жму, я вам всем, Влад Биб, всем объявите. Вот здесь это открытая площадка. Каждый предприниматель может прийти, если он столкнулся с таким безобразием или еще с чем-то. Здесь может. Вы это не надо здесь сито ставить и не препятствуйте. Напомним, что консультативно-совещательная комиссия по вопросам предпринимательства была образована в мае прошлого года. В ее состав вошли представители региональной палаты предпринимателей и бизнес-ассоциаций. Предприниматели региона уверены, что неформальная деятельность комиссии будет способствовать улучшению инвестиционного климата области. Андрей Тенжа, Солан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Два из семи домов жилого комплекса «Трилистник» планируют сдать в эксплуатацию до конца года. Это стало известно в ходе аппаратного совещания. О ходе строительства жилья Акиму области доложил его заместитель Асалбек Дюсибаев. До конца текущего года планируется закончить строительство двух домов жилого комплекса «Трилистник». Напомним, объект из семи высоток возводится в рамках госпрограммы «Нерлежер». Сдача двух домов в эксплуатацию позволит обеспечить жильем более 380 семей. Два трехлистника надо сдать в этом году. То есть тоже, в принципе, Аким города контроли ежедневно держит, но там темпы избавлять не надо. И к концу года нужно нам эти два дома сдать. Так как там количество квартир, как вы знаете, самое большое получается. Там почти 384 квартиры. В этом году на строительство объектов арендного жилья из республиканского бюджета было выделено полтора миллиарда тенге. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 188 квартир. Также арендным жильем планируется обеспечить жителей Жанаркинского района и Шахтинска. Первый заместитель Акима области Асалбек Дюсибаев отметил, что в последнем наблюдается небольшое отставание от графика. Второй объект – это Шахтинск у нас в городе. Это 60-квартирный жилой дом. Там также на него свыше 400 миллионов тенге выделено. Ну, здесь, в принципе, готовность есть. Осталось небольшие недоделки. Но хотелось бы отметить, что он в октябре месяце должен был сдать. Быть, получается, вот осталось несколько дней. Скорее всего, он в эксплуатацию сдан не будет и будет срыв графика. В завершении глава региона подчеркнул, что необходимо уделить больше внимания информированию населения об ипотечной программе 7-20-25. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде прошла очередная ярмарка «Аул Берекет-2018». Свою продукцию представили сельхозпроизводители из восьми районов области. В числе тех, кто оценил качество и доступность продуктов, был и глава региона Ирлан Кушанов. Вторая по счету осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в минувшую субботу на улице Олимпийская возле стадиона «Шахтер». 410 тонн продукции в областной центр привезли сельчане из восьми районов области. В ярмарке приняли участие более 270 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Сегодня свою продукцию представили жители всех районов, кроме Улытаусского. В ярмарке приняли участие 278 сельхозформирований. Фермеры привезли 410 тонн продукции. Главная особенность ярмарки – это цены. Они ниже рыночных на 15-20%. Карагандинцы стали завсегдатаями сельскохозяйственных ярмарок из-за широкого ассортимента товаров и доступных цен. Многие жители города отметили, что их радует возможность приобрести качественную продукцию прямо из рук фермеров по приемлемым ценам. Очень понравилось. Первый раз мы тут на этом краю. Очень понравилось. Все есть, все доступно, все купили. Самое главное – концерт хороший был. Цены строят, конечно. По сравнению в магазине – 2000, а мы по 1300 взяли. Мясо набрали и все взяли. Спасибо. Ярмарку посетил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Он пообщался с фермерами и покупателями. Примечательно, что карагандинцев сельхозпроизводители порадовали не только впечатляющим ассортиментом продукции, но и концертной программой. Поднародные песни и звуки дамбры горожан угощали кумысом и баурсаками. Напомним, осенние сельскохозяйственные ярмарки в шахтерской столице стартовали 20 октября. Следующая сельскохозяйственная ярмарка состоится 10 ноября. Торжан Лянова, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Металлургический комбинат «Арселор Митал Тимиртау» увеличит зарплату своим работникам с 1 января следующего года. Об этом заявил генеральный директор компании Парамжит Калон. Тарифы и оклады будут увеличены на 8-10%. Металлургическая компания «Арселор Митал Тимиртау» в числе первых из крупных промышленных предприятий поддержала инициативу президента страны о повышении заработной платы. С 1 января следующего года тарифы и оклады работников компании будут увеличены на 8-10%. Кроме того, в соответствии с коллективным договором, заработная плата работников компании будет проиндексирована на 50% от уровня инфляции нынешнего года. Такое заявление сделал генеральный директор компании. Вы знаете, что наш президент объявил о повышении минимальной заработной платы по всему Казахстану с 1 января 2019 года. Мы гордимся тем, что Нурсултан Назарбаев был металлургом и начинал трудовую деятельность на нашем комбинате. Мы стали одними из первых, кто поддержал инициативу главы государства о повышении минимальной заработной платы. Это решение было принято коллективно. Повышение коснется всех структурных подразделений Арселор Миттл Тимиртау, а также дочерних компаний. Кроме того, в первом квартале будущего года компания обещает выплатить 13-ю зарплату в зависимости от производственных результатов. Напомним о существенном повышении заработных плат отдельным категориям служащих. Глава государства Нурсултан Назарбаев говорил в своем очередном послании народу Казахстана, с которым он обратился 5 октября нынешнего года. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинский экономический университет поддерживает переход на латиницу. Преподаватели и студенты высшего учебного заведения провели акцию «Латынальпиментансайх». Акция прошла в целях популяризации перевода казахского алфавита на латинский. Мероприятие состоялось в торговом доме Таир в рамках реализации программы «Рухани Жангру». Во время акции на доске были продемонстрированы написания слов и предложения латинской графикой. Посетители торгового дома проявили интерес и с удовольствием приняли участие в мероприятии. Мы большое внимание уделяем на язык. Поэтому сегодня мы проводим здесь такое мероприятие «Латынальпиментансайх». Наша цель – чтобы наши жильцы-карагадисты познакомились с латынским алфавитом и они вообще интересовались в дальнейшее время, чтобы они грамотно писали. Собравшиеся в один голос твердят – переход на латиницу окажет влияние на темпы технологического процесса, а также позволит адаптировать систему образования к существующим мировым стандартам. «Хочется, чтобы подобные мероприятия проводились чаще. Они очень важны для общества», – отметила одна из участников Роксана Токушева. «Мне кажется, все будут разговаривать на латинице и, в принципе, не будет проблем. Мне кажется, все будут, как бы, наше общество будет дружнее, меньше будет ссор. Ну, в принципе, сейчас же бывает, что такое, например, на русском разговаривают и друг друга не понимают, получается. На латинице как бы все будут изучать ее». Также в ходе акции посетителям были вручены буклеты с латинским алфавитом, а участников наградили книгами о казахском языкознании. И еще в одном. Первый матч домашней серии игр закончился с победным счетом 5-1 в пользу хоккейного клуба «Сараркан». Соперником выступил российский клуб «Тамбов» из одноименного города. Минувшее воскресенье в Караганде состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата. «Счет матча на 10-й минуте игры открыли хозяева льда. Шайбой отличился Антон Жихарев. Через несколько минут Эмиль Нургалиев, несмотря на отчисленное преимущество команды соперника, забросил еще одну шайбу. Во втором отрезке матча «Сарарка» забросила еще две шайбы, авторами которых стали Айрат Зьязов и Леонид Метальников. На второй перерыв команду ушли со счетом 4-0. В третьей 20-ти минутке Олег Ломаку забросил пятую шайбу. И лишь одну шайбу удалось забросить игрокам хоккейного клуба «Тамбов» в ворота Никиты Бояркина. «Ну вы знаете, я хочу вам сказать, что, конечно, так начинать игру, как мы сегодня начинаем, так начинать нельзя, конечно, это можно назвать просто безобразное начало. Хотя у нас непонятно, почему так мы вроде разговариваем, как бы видим понимание, в тренировках работаем, но тем не менее, у нас вот так главное, это одну игру провалим второй уровень, вот этой стабильности». «Хочу поздравить всех болельщиков, достаточно яркой игрой, давно не забывали пять голов, ну, так скажем, и ребят прорывал, я думаю, что придерживаясь тактических схем, целой установки тренерской, у нас много получалось. Вот, конечно, о качестве игры. Ну, вопросы есть. Сразу скажу, также для болельщиков скажу, что у нас девять человек травмированы, причем травмы – это восстановление не день, не два, не недели, а недели и месяца. Травмы очень серьезные, поэтому мы подпитываемся от Кокати Мерталу». В настоящее время «Сара Арка» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. Следующую домашнюю встречу карагандинские хоккеисты проведут 30 октября в 19.00 против хоккейного клуба «Саров» из одноименного города. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саволустар. Редактор субтитров А.Семкин